Приветствуем всех на нашем канале Швили Фэмили. Меня зовут Юля. И сегодня у нас, точнее мы сегодня в гостях у дизайнера украшений, которую зовут Несси Даниэли. Это создатель бренда. Сейчас вы о нем расскажете. Мы находимся в самом центре Яффо, старого Яффо. И поэтому здесь вот это сочетание всех религий за нашей спиной, море перед нами. И вот на таком прекрасном фоне мы сейчас начнем нашу беседу. Здравствуйте, Несси. Здравствуйте. Расскажите немного о себе, когда вы приехали в Израиль и с чего началась ваша творческая профессия. Потому что не сразу вы стали дизайнером украшений. Ну да, конечно. В Грузии было немножко все по-другому. Да, в Грузии было все по-другому. В Грузии моя должность, так, моя профессия была быть мамой и женой. Вот в 16 лет я вышла замуж, в 17 лет я стала матерью, и как-то вот так все пошло. Я приехала в 2001 году, после развода с детьми, начать новую жизнь. И, конечно, как все репатрианты начинают, начала самого такого трудного, трудную путь я начала. И вот случайно попала в магазин. И вот в этом же магазине мы жили как-то в Рамадгане, я выросла, я научилась, и брит, ко всему, что я знаю. Но мечта ювелирных изделий, это у меня с детства быть дизайнером. Но из-за того, что я очень рано вышла замуж, уже в 16 лет я стала маленькая девочка-женщина, и как-то все мечты, они заснули. Я даже сейчас иногда бывает, что, оказывается, я с детства мечтаю прыгнуть с парашюта, и вот эта маленькая девочка еще во мне осталась и живет, потому что не смогла воплотить все детские мечты в этом. Да, потому что я в 10 классе вышла замуж, я даже вечернюю школу закончила. Но вы рассказывали, что там вы еще пели, в Грузии? Я пела, да, я с 10 лет пела, это было телевидение, хора Грузии, и на телевидении это было с 10 лет до 16 лет я пела, я была там. Самые красивые мои годы были вот там. А потом, когда я замуж вышла, уже, конечно, муж сказал, все, прощайся. И когда в 2001-м вы приехали сюда, поработали в Рамадгане, с чего все-таки началась уже собственная карьера, собственного бренда, и вот как вы вышли к тому направлению? Я начала работать в Рамадгане в магазине одежды, первое мое это была работа устроиться там уборщицей, я была очень счастливая, это была первая моя работа в жизни. И вот там я научилась ко всему, ко всему я имею в виду в первую очередь и в риту. Где-то через 4-5 лет я стала директором этого магазина. У меня было вот сразу, это было все так тяжело, абсолютно ментально после Тбилиси, когда ничего, ничего я не знала. И все-таки я дала себе слово, что вот я всем здесь покажу, кто будет начальником. И я смогла это слово выполнить. Потом, когда это все прошло, у меня были уже эмоции, я хочу в таких дорогих бутиках. Я узнала Израиль, потом я пошла работать на Гикаре в Интине, потом открыла свой собственный магазин. И из-за того, что у меня не было знания, мечта была быть директором какой-то большой крупной компании. И я не могла физически это себе позволить, потому что я не смогла отправлять, ведь надо как-то пород Хаим отправить. Резюме. Да, резюме, что я все знаю, я хорошая, привите меня до собеседования. И вот случайно мне попалась эта возможность от моего друга, он посоветовал меня на компанию, которая уже стояла на грани банкротства, посоветовали, давай попробуйте. У нее нет знаний, она не закончила там университет, ничего, но она молодец. И меня позвали, я смогла пройти это собеседование, и мы очень подняли эту компанию. Это была ювелирная компания. И вот тогда я вспомнила вот эти все свои мечты детские, что ведь это была когда-то моя мечта, и это все так вспыхнуло внезапно. Но ювелирная компания, я просто работала внутри компании, я знаю, что это не так просто. Это нужно искать людей, которые вам предоставят материалы для этого, это нужно специальные, если это обжигать, то есть это целый процесс, это не просто захотела и сделала. То есть как потом все начиналось, после крупной компании? А потом все началось так, я снова второй раз вышла замуж, и мой муж тоже мне объявили такую претензию, или работа, или замужество. Я хочу женщину дома, а не такую директрису, потому что у нас было около ста детей. Одна могла была позвонить, я завтра, это было Духани, мне открою, и давай в 6 утра бежи, открой Баку Духан, потом нари. И я была очень-очень занята, это были даже телефоны, 24 часа я работала. И для меня была такая любовь, и, конечно, я сразу отказалась от своей карьеры. И у меня вот в это время была возможность начать создавать дизайн. И как-то все само по себе вообще-то в моей жизни складывается. Я не очень умею строить планы, но вот Бог сам мне показывает, куда идти в нужное место, в нужное время. Познакомилась с очень хорошим ювелиром. И от него мы узнали всякую информацию, потому что когда я была директором этого бренда, мы покупали коллекцию в Талавиве. Ну мы что, я покупала, я выбирала коллекцию, есть Кваргилады, такая улица, где Ситонаут, и там я покупала. Но, по-моему, это все тогда готовилось только в Китае. И где купить серебро, я ничего не умела, ничего не знала. И вот этот парень, он мне очень помог. И вместе мы начали, я создавала, я начала рисовать. Но я не могу сказать, что я даже рисую. Вот все вместе пошло. Наверное, просто я попала в нужное время, в нужное место. И очень долго я шла к своей мечте, очень, 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 ну, очень трудно было. Я потом открыла интернет-магазин, целый год вкладывала, ждала, сидела, и через год была первая продажа. Меня узнали здесь, в Израиле, русские женщины. И потом постепенно это еще продвинулись, продвинулись. И я сегодня, в принципе, в Европе тоже продаю, очень хорошо продаю в Америке, в Канаде. Но это все русскоговорящие, потому что у меня реклама только на фейсбуке и только на русском языке. Я даже не успела выйти на израильский рынок. Какие материалы вы используете? Я использую только серебро. Было и даже период, что я думала, может быть, что-то с золотом. Но все-таки тот дизайн, что я создаю, это уже невозможно. Из-за того, что золото стоит очень дорого. У меня есть разные цвета в изделии, но мы делаем по золоту, на серебре. Я очень люблю серебро, такой благородный, правда, металл. И нет у меня ничего, кроме серебра. Есть у меня несколько линий. Есть такая эксклюзивная линия, которая идет... Почему эксклюзивная? Они... Я их создаю одноразово. Вот есть какое-то кольцо, и оно есть. В единственном экземпляре. В единственном экземпляре. Я ее никогда не повторю. Даже вот предлагали иногда, не знаю, из-за принципа или почему. Бывают похожие, конечно, на друг друга, потому что уже ты смотришь со стороны бизнеса тоже, что люди хотят, какие камни они любят. А вторая, основная коллекция. Это просто идет изделие более такой классический, спокойный стиль. Вот что в серге на мне. Вот такие чистые линии. Здесь в этих сергах тоже идет черниль серебра и позолоченная. Сейчас у меня третья линия. Я начала работать очень хорошим, очень-очень талантливым молодым парнем. Он из Тбилиси. И это деревянная коллекция. Деревянная? Да, деревянная коллекция. И вот это очень новая линия. Пока очень новая даже для Израиля, я думаю. Но я даже не представляла. Тоже появились свои любители. Сейчас я еду в Тбилиси, как я вам сказала. И сама уже хочу научить делать минанкари грузинский. Потому что тоже хочется что-то новое. И посмотрим. Есть такие большие планы. Но в ваших коллекциях уже есть отголоски Грузии. Не только отголоски. Прямо присутствуют в вашей коллекции названия украшений. Расскажите про это. В принципе, я уже здесь 20 лет живу, в этой стране. И как-то вот я осталась... Я не знаю сама, как я это смогла. Но вот осталась такой белийской грузинкой. Вот во всех традициях этого слова. Кто принимает меня такой, какая я есть, я нахожусь рядом. Кто не принимает, я тихо ухожу. И все говорят, что вот эта душа Грузии, вот эта сила Грузии очень-очень чувствуется. И сразу, когда люди даже не слышат меня или что-то, вот... Ой, это, наверное, коллекция из Грузии. Всегда спрашивали. Потом я говорю. Я имею в виду это как-то на выставках. И вот сразу, наверное, этот почерк и видно, потому что вот этот характер, вот эта ментальность, вот я осталась. Просто я живу в Израиле. Но все осталось, как и было. Но Израиль накладывает свой отпечаток? Вот почему именно здесь, например, выбрано место для работы? Знаете, как было, когда я приехала первый раз, то, что в Израиль, мы с детьми поселились в Краматгане. То, что нам посоветовали. Такой спокойный район, очень хорошо для детей вырастить. И первый раз это был мой приезд. И первый раз я была в Израиле, когда я вот... Мы погуляли по старому Яву, вот здесь я почувствовала душу Тбилиси. И тоже дала себе слово, что я здесь должна жить. И я не могу без Явы жить. Я нахожусь в Тбилиси, я скучаю по Яву. Я в Яву, я скучаю по Тбилиси. Вот между этими двумя городами. Море я очень люблю. Очень. И вот мне просто повезло, что я смогла найти меня. Вы нашли Тбилиси на море, можно сказать. На море, да. И любилась, конечно. Как можно эту красоту не любить? Не знаю, невозможно. Деревянной коллекции есть серьги. Деревянная коллекция. Это дерево макокон. Серебро. Это стекло. Вот все детали, которые вы видите с металла в деревянной коллекции. Я уже, наверное, так влюбилась в серебре, что не могу ничего признать. Там идут броши, кольца, браслеты. Это натуральная кожа. Вот абсолютно все эти части. И потом вот это покрашено специальной краской. И разных форм эти браслеты, разных цветов. Они тоже только в одном экземпляре. Вот это хрусталь, эта часть. Это стекло, серебро. И вообще нет тяжести. Вот, да, это я хотела. Да, да. Вообще нет тяжести. Как будто они такие массивные, огромные. И мои клиенты, они очень такие, знаете, слежные женщины. Я увидела наши общезнакомые. Да. Я сразу их узнала. У меня вообще есть очень много. Люблю сама очень природу, животных. И всегда я использую эту линию. Особенно с большим удовольствием, когда вот началась корона. И когда нас закрыли. И лично я чувствовала, что у меня не хватает свободы. Не хватает воздуха. И эту коллекцию, называю коллекцией короны. Очень много животных, бабочек. Вот это моя эксклюзивная такая, которая пользуется огромной популярностью. А так к ней же относятся вот это? Да. Которые идут в камни очень-очень высокого качества. Вот это. Вот это. В принципе, сразу можно отличить, потому что вот стиль. Здесь идут цветные камни цветные. Я сейчас сделала это к лету, потому что более, знаете, цветное все. Вот этот стиль. Вот видите, каждая деталь. Это идет абсолютно все в ручной работе. То есть как это? Это вырезается? Или это делается специальный шаблон? Нет. На основную коллекцию делается специальный шаблон. На деревянную коллекцию все идет в ручную работа. Настя, спасибо большое, что приняли нас, что приоткрыли нам эту завесу тайны, как производятся украшения. Желаю вам успехов, творческих новых вдохновений сейчас при поездке в Тбилиси. Я оставлю ссылку на ваш сайт. У вас есть онлайн-магазин. Да, у меня есть онлайн-магазин. Кто будет заинтересован, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Юля, огромное спасибо. Это большая честь для меня вот так лично встретиться. Правда, я была всегда в вас влюблена. И всегда с гордостью говорила, что она замужем за красавчика грузина. Дай Бог вам только счастья и здоровья. Спасибо. Оставайтесь всегда вот такой приятным. Вот я напомнила, вы знаете, вот хорошие такой эмоции. Вы мне сделали сегодня хорошего субботного дня. Спасибо большое. Я надеюсь, что вам тоже понравилось это видео. Кстати, как мы попали к Нессе, тот, кто видел сюжет про Ашки Луны, кому очень понравилась экскурсовод, моя знакомая, очень хорошая Юля Хович, что вот произошел такой вот хороший, я думаю, результативный контакт. Ну и до встречи на нашем канале. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии. Встретимся на Швили Фэмили. Пока-пока.